Еще раз доброе утро, вы смотрите программу Наблюдатель. Литературные мистификации поджидают исследователя постоянно. Всем, например, известен случай со сказкой «Конек-горбунок». Исследователи до сих пор спорят о том, кто же ее истинный автор Пушкин или Ершов. И сегодня у нас в студии люди, которые знают о литературных мистификациях. Если не все, то много. Это журналист и обозреватель Иван Толстой. Доброе утро, Иван Никитин. Здравствуйте. А также писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Павел Валерьевич, доброе утро. Здравствуйте. А сейчас о наших гостях более подробно. Иван Никитич Толстой. Публицист, радио и телеведущий. Окончил филологический факультет Ленинградского университета. С 1995 года живет и работает в Праге. Автор книг – отмытый роман Пастернака и доктор Живаго «Новые факты и находки в Нобелевском архиве». Автор документального цикла «Исторические путешествия Ивана Толстого» на телеканале «Культура». Павел Валерьевич Басинский. Литературовед, литературный критик. Член Союза российских писателей. Академик Академии русской современной словесности. Окончил литературный институт имени Горького и аспирантуру при нем. С 1981 года печатается как критик в литературной газете, журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя труда», «Дружба народов». Литературный обозреватель российской газеты. Автор книги «Лев Толстой. Бегство из рая». Член жюри литературной премии «Ясная поляна». Лауреат премии «Антибукер» и «Большая книга». Напоминает телефон нашей редакции 780-56-55. Код Москвы 495. Адрес электронной почты наблюдатель собака.tv.ru. Иван Ликич, вы уже сделали 8, по-моему, фильмов, да? 12. 12, а, ну не все, просто еще были показаны из этих 12. Нет, из 12 все. Из 16 не все. А, вот так, да. Я знаю, что готовится премьера 4. Но, в частности, вы уже поработали плодотворно над фильмом о Горьком, о Дягилеве Сергея, который им прислали. Малоизвестные для широкой публики фигуры переводчики Григория Лозинского, издатели. И еще был, а, ну, конечно, Желев Николаевич Толстой, как я могла забыть. Как вы выбираете темы, вот эти повороты сюжетные? Что определяющим здесь является? Я думаю, что вот это название этого цикла, такого продолжающихся мини-циклов «Исторические путешествия» это и есть самое точное определение этого жанра. Это действительно попытка проникнуть, пройти между какими-то препятствиями прошлого, пройти в историю и разглядеть в ней сюжет. Я уже довольно давно придерживаюсь той точки зрения, впрочем, она очень распространенная и ни на какие открытия, ни на какие оригинальные точки зрения в этом, в методологии я совсем не претендую, я человек не методологический. Так вот, я уверен в том, что не существует истории в ее, как бы, законченном виде, в ее даже динамике, как это представляется. Я долго считал, что история это есть такое хронологическое продолжение неких событий, которые одни сменяют, другие выходят логически из чего-то предыдущего, и существует некий поступательный процесс. С некоторых пор я вижу в истории полный кавардак, полный хаос, который нужно выстроить. Вот он, собственно, и будет истории. Нету так называемой правдивой истории. Или, как знаете, люди говорят, напиши, как есть, вот это и будет правдой. Приходит другой человек и пишет, как есть, и это другая правда. И третий занимается тем же самым. Вот Павел Валерьевич, мой собеседник и визави сегодня, пишет книгу о Льве Толстом, блестящую книгу, которую я очень люблю. Но она совсем не о том Толстом, Льве Николаевича, который интересен мне. Я пишу свою книгу, и вот вышел маленький сериал на культуре, о другом Льве Толстом, о других проблемах у Льва Николаевича. И что же, я не прав или не прав, Павел Валерьевич? Нет, правы оба или не правы оба. В любом случае, эта история, это то, что ты выстраиваешь сам. Да, вот вы сказали о поиске этого некоего скрытого сюжета, да? Но ведь это предполагает действительно, это сейчас прозвучало, какой-то свой в каждом случае взгляд на проблему, на события, на фигуру писательскую в данном случае. А этот свой взгляд требует пересмотра конкретных совершенно вещей, документов, рукописей, каких-то там вариантов, да, редакций и так далее, и так далее. Насколько трудно сейчас работать вот с этими документами, с этими архивами? Встречались ли вы, сталкивались ли с какими-то сложностями? Ну, во-первых, я хочу сказать, что это плохо, когда у исследователя заранее есть свой взгляд, вот уже законченный взгляд на писателя, да, и он начинает читать документы, идет в архивы, уже держат этот взгляд в голове. Когда он есть изначально вы имеете в виду? Конечно, это неправильно. Взгляд, ну, разумеется, какое-то представление должно быть, но оно, и это хорошо, если в процессе работы, в процессе исследования, это представление очень часто абсолютно опрокидывается и даже приобретает еще другой знак. Когда я занимался толстым, у меня это постоянно происходило. У меня до того, как я стал заниматься темой его ухода, у меня было абсолютно другое представление. И о том, почему у Толстого шел на Ясный поляна, и как это было скорее, и вообще, что за личность, Лев Николаевич. Вот для вас что стало тем толчком, который побудил вас заняться темой ухода Толстого? Ну, это всегда очень лично, меня всегда просто интересовала Ясная поляна, интересовала тема ухода, она, я не скрою, в ней есть, я бы даже сказал, такой художественный, очень сюжет, кинетографический даже сюжет, очень так наглядно можно себе представить, как великий старик ночью уходит, уезжает из Ясной поляны, куда-то едет, умирает на какой-то станции. Вот, я все-таки литературный институт закончил, поэтому к такого рода сюжетам меня тянет. Но я повторяю, что когда ты начинаешь изучать детали, то вообще бог в деталях, в этом я абсолютно точно убедился. И история, она тоже в деталях, иногда мелкая деталь может опрокинуть представление об очень глобальном событии. Ну, я просто приведу пример, что вот знаменитый раздел Толстого собственности между своими детьми и женой, за который его очень сильно упрекали, потому что он же должен был отказаться по своим убеждениям. Вот, как я выяснил, он был мотивирован очень глубоко семейной ситуацией, а именно женить бы его сына Ильи. И как снежный клубок Сталин, так сказать, наворачиваться вокруг этого события, он не мог поступить просто, так сказать, по-другому. Ну, это частный пример. Вот, а что касается сложности, да нет, я не могу сказать, что сейчас есть какая-то сложность в работе с архивами, если ты только не занимаешься, если тебе не только не нужно в президентский архив идти, да, если тебе не нужно заниматься тем, что зачем заниматься нашей спецслужбой. Здесь у нас все сложное, вот то открывают, то закрывают, но я как-то занимаюсь другими вещами, поэтому архивы достаточно доступны. Бывают сложности с работниками архивов, они люди ревностные, они всегда немножко такие рыцари, которые сидят, значит, на своих сокровищах, их можно понять, они всю жизнь этим занимаются. Но нет, особых проблем нет, уверяю, я недавно, так сказать, начал заниматься в Гарфе, туда даже отношения никакого не требуется. Паспорт, за 10 минут вы оформляетесь и все получаете. Ну, прекрасно. А все-таки, что движет исследователям, литературоведам, когда он приступает вот к работе над книгой, над, ну, допустим, над фильмом, если мы говорим о вашем сериале? Вот смотрите, Павел Валерьевич сказал, что у него было уже сложившееся представление. И оказывается, суть в том, что, ну, существовала некая такая личная причина, да, почему он взялся за эту свою книгу «Бегство из рая». В вашем случае что? Вам интересно или вы хотите что-то исправить в представлении всеобщем? Какая-то странная, прошу прощения за признание, влюбленность в историческую тайну, что ли, я не знаю, как это сказать, какой-то трепет перед неизвестным чем-то, что сейчас за поворотом откроется. Я просто очень люблю историю, очень люблю литературу, совершенно искренне. Я страшно счастлив, что моя профессия совпадает с моим хобби. Мне ничего в этом смысле другого не нужно. И сознание того, что открывая что-то, ты открываешь не для кого-то, но ты открываешь для самого себя. И какое-то счастливое, ну, просто вот мне повезло, я нашел кто-то меня вот в этом, кто-то вышний. Меня поддержал вот в этом сохранении интереса к новизне, к находке. И обнаружение сюжета в истории для меня самое главное. Вот это как, я не знаю, новый роман для кого-то, это новое путешествие географическое. Так для меня путешествие историческое. Если я открываю какой-то сюжет, ведь мы всю жизнь что-то читаем, а потом в одну секунду, вот как маленький взрыв, происходит обнаружение какой-то фабулы. Вот сейчас давайте как раз... Мы ее ловим и все, и счастье на душе. Майский день именина сердца. Посмотрим, что вы нового обнаружили. Сейчас мы увидим фрагмент из цикла «Исторические путешествия Ивана Толстого». Это будет фрагмент фильма, который еще никто не видел, он скоро пойдет на телеканале «Культура». 8 февраля 1936 года в Париже в переполненном литераторами зале выступил Владислав Филицианович Ходосевич, всем известный поэт, критик и пушкинист. За 5 лет перед тем у Ходосевича вышла книга под названием «Державин». Это была художественная биография Гаврила Романовича, которая была написана особым, изобретенным Ходосевичем, стилизованным под державинскую эпоху языком. И признана была исключительно удачной. Книгу хвалили, лицензировали, читали. Так что тот факт, что Ходосевич вышел перед парижской русской публикой с чтением рассказа из державинской эпохи, никого, собственно говоря, и не удивило. В зале был то, что называется «Весь русский литературный Париж». Критики, рецензенты, историки, интеллигенция, общественность и так далее. Присутствовал и Владимир Набоков, но не только потому, что ему в этот вечер предстояло тоже выступать, но и потому, что он очень Ходосевича любил и считал своим старшим другом и учителем. Во все время Ходосевичевского чтения Набоков загадочно улыбался. Почему? Постараемся понять. О чем был рассказ Ходосевича? Он назывался «Жизнь Василия Травникова». И в качестве героя были отобраны два поколения Травниковых – отец и сын. Повторяю, из державинской эпохи. Рассказ, собственно говоря, простой. В нем нет каких-то невероятных событий. Это и было задачей Ходосевича. Его цель была нарисовать не какую-то бурную, невероятную историю, но несколько приглушенную, и все внимание уделить маленьким деталям. Дело в том, что рассказ этот был мистификацией. Ключевое слово «мистификация» прозвучало. Новые четыре фильма, они как раз о литературных мистификациях. Ну, понятно, что человеку, который как раз-таки ищет скрытые сюжеты в истории, эта тема очень близка, а все-таки как вы персоналии выбирали? Набоков, Ходосевич, еще кто представлен в вашем новом цикле? Набоков с Ходосевичем – это одна серия. Другая серия – это очень известная история о мистификации из эпохи Лермонтовской. Это история о Мерде Гель, женщине, реально существовавшей, бывшей женою французского дипломата и исследователя, которую выдумал младший Вязьмский. Человек, который был в истории как у себя дома, что называется «un pantoufle», как говорят французы, в домашних тапочках и халате, и которого страшно раздражало всю жизнь, особенно всю вторую половину, что к эпохе, которая для него родная, вот мяч закатился в его детство, и он там играет. И вдруг этот мяч нельзя никому трогать. Это нечто священное, это корова. Не прикасать, что вы, не ходите здесь. Это мое детство, говорит Вязьмский младший. Нет, нет, что? Здесь Лермонтов, здесь Пушкин, здесь великие тени, Александр Иванович Тургенев и так далее. Это моя жизнь, думает Павел Петрович Вязьмский. И что хочу со своей жизнью, то и делаю. Ах, вы такие надутые, вы так много о себе понимающие, говорит он о седобласых старцах, которые заседают в соседней комнате в архивной комиссии. И все это происходит в Петербурге, в фонтанном доме, а Вязьмский разбирает бумаги за дверьми в соседней комнате, чуть-чуть приоткрыто. Я сейчас над вами посмеюсь. И Вязьмский, перебирая старые бумажки, решает придумать. А я навяжу им ту историю, которой не было. Я придумаю такую Амердегель, которую можно найти в реальной истории, о которой вы не знаете. Я припишу ей те события и поступки, которых не было. Проверьте. Еще одна история связана с никогда не существовавшим гасконским поэтом 16 века Гийомом Дювентре. Это человек, которого придумали два зэка в сталинском лагере. Они были писатели? Они были доморощенные писатели, доморощенные поэты. Они были просто талантливые, интеллигентные, образованные люди. Один был кинорежиссер Яков Харон, и даже не столько, может быть, кинорежиссер, сколько гениальный слухач-звукооператор. А другой был простой паренек, но из интеллигентной польско-русской семьи Вейнартов. Его родителей сажали, он сам сел за глупую телеграмму в свое время, посланную возлюбленной девушке и так далее. И они очень любили стихи, французскую литературу. И от нечего делать для того, чтобы душевно и духовно спастись в концлагере. Они стали придумывать стихи несуществовавшего поэта. Один писал стихи, другой следующие строчки предлагал. Они писали вместе комментарии. Они писали на старо-французском. Они якобы переводили со старо-французского. Затем Юрия Вейнарт, я не буду рассказывать раньше времени. Пусть слушатели насладятся этой историей не потому, что я ее рассказываю, а потому, что история уж больно хороша. Это красивая история о двух людях, у которых хватило мужества, хватило душевных сил, чтобы спастись и выйти оттуда людьми. Оттуда, откуда, казалось бы, ты должен был выйти духовной развалиной. Вот кто-то спасался воспоминаниями о чем-то, о семье, о своем прошлом. Кто-то толкал романы, как известно, однолагерником. А вот они придумывали реальность. И эта реальность их вывезла. И коротко, последний фильм о чем? И последний фильм о человеке наполовину русского происхождения, как считается. А наполовину нерусского. Это знаменитый французский писатель, прежде всего французский прозаик, Ромэн Гори. Считается, что он незаконно рожденный сын Ивана Мажухина, великого русского актера немого кино. И весь интерес заключался в том, чтобы показать, что мистификационные таланты, способности и потребности Ромэна Гори, Ромы Кацева, как он был назван при рождении, они унаследованы от матери. Главным мистификатором в семье была его полубезумная, полуталантливая, очень своеобразная женщина, его мать. Вот об этом исключительно трогательная история. Исключительно. Мы с нетерпением ждем выхода этих фильмов в эфир. Павел Валерьевич, а вы когда работали над книгой о Толстом, сталкивались с какими-то историями, похожими на мистификации, или мистификациями как таковыми? Нет, ну Лев Николаевич не был, конечно, склонен к мистификациям, скорее наоборот. Но любопытно, что первая же его вещь, да, детство, она ведь вышла подписанная буквами ЛМ. И большинство окружений его тогда были уверены, что это не... Даже в голову не приходило, что вообще Левочка что-то может написать. Левочка был самый пустяшный и зряшный из братьев толстых. Все были уверены, что это Никольенко написал старший брат. Хотя его вещи позже стали выходить. И был такой момент, когда все были уверены, и все очень удивились, что это написал Левочка. Гораздо больше мистификаций было с Горьким, потому что Горький уже самим этим псевдонимом своим, М. Горький, который был, собственно говоря, не псевдонимом, а вторым лицом этого человека, и фактически ставший первым лицом этого человека, он с самого начала порождал какие-то мистификации, потому что известно, что когда началась слава вот этого молодого еще достаточно, ну, все-таки уже 30-летнего, но достаточно молодого писателя, то в уездных городах стали появляться его двойники, потому что у Горького была очень такая типическая, на самом деле, внешность. Внешность мастерового такого. Вот. И они устраивали концерты, читали от его имени, значит, рассказы, собирали там какие-то денежные, значит, взносы и так далее. А вообще с Горьким была одна очень смешная, это не была мистификация, это была невольная мистификация, но она мне очень нравится, потому что она очень характеризует нравы, я бы сказал, сиятельных писателей. Вот Горький уже в 20-е годы, это уже такой мировой сиятельный писатель. И был другой мировой сиятельный писатель, это Роман Ролан, с которым они стояли в переписке. Читать эту переписку невероятное наслаждение, потому что это переписываются два утомленных солнцем льва. У обоих огромная мировая слава, они... Это бесконечное раскланивание друг перед другом, какой вы гениальный, какой вы гениальный. Они присылают друг другу вещи. Великолепно, гениально. И однажды Горький случайно... Ну, вернее, не случайно, потому что он посылает Роману Ролану рассказ от того никому неизвестного молодого автора. Что он, наверное, делал? Он любил помогать молодым авторам. Вот он послал Роману Ролану, может быть, на предмет, что его переведут и сдадут, так сказать, во Франции, забыв указать, что это. И Ролан, прочитав, решил, что это новое произведение Горького. И в ответ написал, что все, что вы писали до этого, это прекрасно, это гениально. Ну, это произведение, ну, просто оно поднимает вас... И Горький был, конечно, страшно неловко, но это очень забавно. Ну, давайте сейчас, коль скоро мы заговорили о Горьком, посмотрим фрагмент из телевизионного цикла «Исторические путешествия Ивана Толстого». Он как раз посвящен Максиму Горькому. В 21-м году Горький уезжал из Советской России, из Петрограда в состоянии политического расхождения с советской властью. Это было расхождение и с самим Лениным, и с Троцким, с Зиновьевым и с другими. Лечение в Германии на водах результатов не давало. И по медицинским соображениям, да, думаю, что и по психологическим тоже. И Горький решил двинуться на юг, в свою любимую Италию. Этот климат был ему хорошо знаком и очень благотворен для его легких. Но в Италии сохранялся прежним только климат. Политическая ситуация в стране изменилась довольно сильно. По существу, в тот день, когда Горький прибыл в Соренто, 23 апреля 1924 года, к власти пришли фашисты. В парламенте они заняли большинство мест. Власть перешла к Муссолини. Поначалу Горький против фашистской власти и не выступал. Он держался тихо. Между прочим, ему почти сразу дали понять, где его место и где его рамки. На любимой капре Горького уже не пустили. Может быть, вспоминая о той революционной деятельности, в которую он был замешан до 1917 года. Разрешили жить только в Соренто. Горький выбрал себе виллу Сорита на окраине города. Там, где берег круто уходит вниз. Вилла стоит на очень красивом скалистом мысе. И вход в нее только один. Парадный, он же и единственный. С точки зрения безопасности, это было даже удобно. Здесь Горькому предстояло прожить 9 лет. Павел Валерьевич, вот Ваша последняя книга, или, скажем так, последняя редакция Вашей недавней книги 2005 года, посвящена Горькому. Почему Вы решили поработать вот с этим персонажем? Ну, не очень популярный писатель, да, в наше время? Хотя ставит пьесы в театрах, но... В общем, ну, внимания разделяет немного. Нет, но дело в том, что я Горьким, я давно занимался. У меня была книга еще в 2005 году, которая в серии «Жизнь замечательных людей». И она, я не скрою, мне заказали эту книгу, просто предложили написать, потому что решили обновить просто биографию Горького в серии, которую он же создал. Я так понимаю, Вы увлеклись вот почему? Нет, я до этого увлекался, у меня диссертация была по Горькову. Нет, для любого человека, который занимается серьезной историей литературы рубежа веков, так называемой Серебряной векой, для него не может быть никаких сомнений, что Горький просто ключевая фигура этого времени. Его там можно любить, не любить, там наслаждаться его книгами. Без Горького эту эпоху представить невозможно. Вот, в принципе, как ни странно, можно любого, даже самого замечательного писателя из этого времени вынуть, и она обеднеет, но она не рассыпется. Без Горького она рассыпется. А почему? Ну, как бы вам сказать, это был единственный человек, который мог, вот я люблю этот пример приводить, мог переписываться одновременно с Василием Розановым и Владимиром Ильичем Лениным в одно и то же время. Другого такого человека не было. Это была особенность его личности. Прежде всего, личности невероятно харизматичной, невероятно общительной, притягивающей к себе людей, отталкивающей от себя людей и так далее. Вот, поэтому Горьким заниматься всегда интересно, особенно с исторической точки, историку и литературы, безумно интересно заниматься Горьким. Потом он покрывает собой несколько эпох, понимаете. Опять-таки, это человек, который близко очень общался с Львом Толстым, общался, разговаривал, спорил, оказывал, нельзя сказать, что он оказывал влияние на Толстого, но, тем не менее, Толстой задумывался над этой фигурой, записывал в дневнике, там его возмущала пьеса на дне, он мучился даже отчасти, так сказать, наблюдая за тем, как растет популярность Горького. А, с другой стороны, этот человек беседовал со Сталиным. Понимаете, вот тоже. Он как бы, он сшивает эпохи самой Горьки. А, кстати, Горький и Толстой, конечно, тема очень плодотворная. Вот, как вы считаете, Иван Никитич, причина их личной такой, ну, может быть, резкая слишком слово, личной неприязни, что некоторого недопонимания, она в чем? Горького и Льва Толстого? Да, да, да. Ну, может быть, в самом чем-то фундаментальном, в складе личности, в складе мышления. Лев Толстой, человек, который болезненно стремился сказать правду, помыслить правду и ее произнести. Задача Горького заключалась в чем-то совершенно противоположном. Не то, чтобы помыслить ложь и ложь произнести, но правда Горького не слишком интересовала. Я совсем не сторонник в данном случае Льва Толстого, но и не сторонник Горького. Дело вообще в искусстве, не в правде. Но вот на каком-то более глубоком уровне, чем литературное, художественное творчество, стремление к правде или к неправде оказывается очень важным. И тут я бы сказал, что Лев Толстой должен был не о Леониде Андрееве сказать, он пугает, а мне не страшно. Он должен был бы то же самое сказать о Горьком. Но он почти то же самое и сказал. Все можно выдумать на свете, кроме человеческой психологии. Горький был писатель, выдумывавший человеческую психологию. Только потому, что поиск правды для него не был самым главным. Повторяю, я не осуждаю никого за то, что ему неинтересна правда, и не приветствую человека за это стремление только к правде. Потому что, как человек, стремившийся к правде, Лев Николаевич, увы, стал терять художественное. Он стал превращаться в другого человека, как это ни странно. Конечно, в самого себя, но в другую часть какой-то самого себя. Просто силы внутри стали перетекать в Леве Толстом. И Лев Толстой не художественный. Честно говоря, мне как читателя, совершенно субъективное мнение, не очень интересен. А Горький, правда, мне интереснее в другом плане. Скорее в своей публицистике, в журналистике, в письмах, безусловно, в несовременных, несвоевременных мыслях и в чем-то таком, в очерках. Сейчас мы пока эту тему оставим, потому что редактор мне сообщит, что мы наконец-то дозвонили за человека, который имеет самое непосредственное отношение к теме, затронутой нами ранее, к теме литературных мистификаций. Это литературовед и писатель Григорий Чехартишвили. Ну, всем он известен, как Борис Акунин. Доброе утро, Григорий Шалович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как создается литературная мистификация? И чем, скажем, такой жанр отличается от просто детективного, допустим, романа? Литературная мистификация всегда... Ну, это игра, да? Это может быть серьезная игра, это может быть не очень серьезная игра. Это автор в каком-то смысле вводит читателя за нос и получает от этого удовольствие. Поэтому бывают, конечно, литературные мистификации и в серьезной литературе, но тогда у них должны быть какие-то важные причины. Например, творческий кризис. Когда писатель чувствует, что он достиг потолка в каком-то одном качестве и хочет пробить этот потолок головой, и начать писать как-то совсем по-другому, так как от него не ждут привычные к его стилю читатели. Это так сделал, например, Роман Гори, когда он придумал там Эмиля Ажара, принципиально иного автора. А легко ли вводить читателя в заблуждение, ну, то есть делать так, чтобы он поверил? Это написал неизвестный французский поэт 16 века. Существуют ли какие-то специальные методы, которыми должен владеть писатель, желающий сделать вот эту литературную мистификацию? Я боюсь, что то, что я скажу, это будет совсем тривиально и понажно, но вообще-то отношения между автором и публикой очень похожи на отношения между ухажером и дамой. И принципы поведения примерно те же. Если ты не собираешься вступать с дамой в слишком серьезные и подтолкительные отношения, ну, ты ведешь себя с ней легкомыслами, не обещаешь слишком многого, ты ее интригуешь, ты немножко морочишь голову. Ну, примерно так выглядит и стандартная литературная мистификация. Большое спасибо. Напомню, что у нас на связи был писатель Григорий Чхартишвили. Ну, а мы возвращаемся к нашей беседе. Тема литературных мистификаций, она, конечно, очень интересная. Мы еще много увидим в ваших фильмах. А сейчас я предлагаю обратиться к нашему интернет-обозревателю Алексею Черепанову. Он давно ждет того, чтобы к нам присоединиться. Он проанализировал, какие отклики появились в интернете после того, как на телеканале «Культура» вышел цикл исторических путешествий Ивана Толстого. Послушаем, что он расскажет. Ладно, но мнения, как водится, разделились. Одни безоговорочно принимают и ведущего, и содержание, и форму исторических путешествий, другие остаются в каком-то недоумении. К примеру, на форуме телеканала «Культура» высказывается Маша Иванова. Честно, все посмотрела. Думала, одно цепляется за другое. Все ждала чего-то большего. Резюме. В огороде Бузина, а в Киеве дядька. А вот что пишет пользователь Самбуркина в своем живом журнале. Ой-ой, по каналу «Культура» есть наиинтереснейшая передача Ивана Толстого «Исторические путешествия Ивана Толстого». Иван Толстой – знающий и дотошный историк. Как же приятно его слушать. Забавно, что фамилия должна быть обязательно Толстой, или Пушкина, или еще какой Лермонтов, отвечает пользователь TechCat. Я помню, в старших классах не догоняла этот канал «Культура» с кукотища загробная, а сейчас бы посмотрела с удовольствием. Очень-очень понравилась передача «Иван Толстой – великолепный рассказчик». Восхищается пользователь RGZ1 на сайте etvnet.com. В одном из интервью Иван Толстой говорил, «История – это наше представление о прошлом. История ведь совсем не то, что раньше думали о ней. Это не последовательность определенных событий. Это не хронология чего-то. История – это наше осмысление ее и то, как складывается смысл произошедших фактов, явлений, портретов и судеб в голове историка. Это история одного человека. Я не знаю, насколько тиражируется в создании моих телезрителей то, что я рассказываю, но для меня это осмысленное путешествие в прошлое». Похоже, пользователи интернета во многом разделяют такой авторский взгляд на историю и видение Ивана Толстого легко тиражируется в сознании зрителя. Кстати, в этом смысле самым большим тиражом в мозгах пользователей отпечаталась история о длинной руке ЦРУ в деле о присуждении Борису Пастернаку Нобелевской премии. Пару лет назад Иван Толстой выпустил книгу «Отмытый роман Пастернака». «Отвратительно, когда разведки распределяют Нобелевские премии», пишет правдист на сайте Радио Свобода. Более того, Бродский родился по прямому приказу из ЦРУ, иронизирует пользователь Намика в своем живом журнале. Интересно, каким тиражом вышла эта книга и согласились ли другие историки с авторской позицией. Спасибо, Алексей, мы к вам еще вернемся. Если у пользователей будут еще какие-то вопросы, а я переадресую ваш вопрос другому исследователю, Павлу Валерьевичу Басинскому. Как вы отнеслись к этой книге, и такая точка зрения вас вполне устраивает? Согласны ли вы с ней? Я с большим интересом прочитал эту книгу, и вообще я считаю, что мы недооцениваем часто роль политики и влияние политики на литературу, на писательскую жизнь. Она огромна, и в России, наверное, она особенно огромна. И это не только в XX веке происходило. Вот просто, как человек, занимающийся Толстым, я понимаю, какое значение, скажем, для того, чтобы вот эти религиозные трактаты Толстого не печатали, вообще на него был наложен колоссальный цензурный запрет, какое значение имело, влияло на это то, что 1 марта произошло убийство царя, и к власти приходит победоносцев. И Толстой сразу вступает в конфликт с победоносцем из-за письма, которые победоносцев не передал царю. Вот, казалось бы, политическая интрига, она очень сильно в дальнейшем определяет и жизнь Толстого, и судьбу его новых произведений и так далее. Вот. Мы знаем, опять же, если мы будем брать, вроде бы, так сказать, чистый XIX век, какие сложные, как сложно повлияло на жизнь Тургенева его встреча с Герценом, и какая вообще это была сложная, длительная, так сказать, интрига. Так что читать это всегда интересно, и заниматься этим, безусловно, нужно. Хорошо. Иван Никитич, а вы как восприняли книгу «Бегство из рая»? Скоро она имеет отношение к вашему великому родственнику и к теме вашей, да, одной из основных ваших тем. Вы сказали, что вы очень любите эту книгу. За что? За то, что, мне кажется, Павел Валерьевич добился самого-самого трудного. Это достижение простота изложения. Он не спрятался ни за одно наукообразное слово, ни за одну теорию, которая как костыль помогает исследователю, писателю куда-то продвигаться. В этой книге просто и честно изложено то, что автор думает о своем предмете. Он подошел как человек, перед которым я снимаю шляпу. Я хотел бы писать книги так, как пишет их Павел Басинский. Не потому, что он сидит в данный момент передо мной. Я это говорил и за его спиной. Мне очень нравится, когда писатель говорит просто, потому что это значит, что у него есть мысль. Большинство людей прибегают ко всевозможным сложностям. Если тебе есть что сказать, ты скажешь это прямо. Я не имею в виду художественную литературу, где прямо говорение противоречит самой задаче художественности. И должна быть какая-то форма существовать. В исследовании прежде всего ты мне скажи что. Ты мне объясни почему. И покажи мне, как это сделано. Я разберусь. Не думай, что я глупее тебя. Я может быть просто меньше знаю. Но после твоей книги я надеюсь вырасти тебе вровень. Вот Павел Басинский, как писатель, мне необычайно польстил. Он уважил меня тем, что он убрал все ширмы, все потемкинские деревни. И приблизил меня к миру Льва Николаевича Толстого. Я, как читатель, обогатился. Мне больше ничего не нужно. А были какие-то конкретные, может быть, не очень такие обобщенные факты, да? Которые вам были неизвестны. Вы их узнали только из книги Павла Валерьевича. Ну, конечно, мне хотелось бы сказать, что чего-то я не знал, о чем-то не догадывался. Нет, я все это тоже читал. Меня всегда интересовал Лев Николаевич. Но то, как причёсаны, поданы эти были факты. И взаимосвязаны. Как они взаимосвязаны, как одни объясняли другие, как он догадался в нужном месте открыть нужный шкафчик, выдвинуть ящичек и оттуда достать нужный предмет, объясняющий нечто. Нужный ключик к нужному замку. Вот это сделано тонко и проницательно. И самое главное, это сделано просто. Чем больше живу, тем больше уважаю простоту. За ней стоит мысль. А за сложностью чаще всего мысли нет. А есть вот такое что-то. Но вас, кстати говоря, тоже очень хвалят за простоту и мастерство рассказчика. Давайте мы ещё разочек в этом убедимся. Посмотрим фрагмент вашего сериала. Ну, конечно, будет посвящён Лев Толстого. А я, если успею, то вставлю, что первой фамилией, или одной из первых фамилий для героя войны и мира Ростова была фамилия Простой. Толстой-простой, Простов-Ростов. Вот так шла динамика. Это интересно. 22 июля 1910 года, ещё засветло в лесу Груманд, это в трёх верстах от Ясной Поляны, Лев Николаевич Толстой, присев на пенёк, собственноручно написал и подписал свою последнюю волю. Тайное завещание. Последствий, которые имел этот поступок, не мог предвидеть ни сам писатель, ни свидетели при этом присутствовавшие, ни те, кто в этом завещании был упомянут. А последствия эти были драматичны и эпохальны. Во всём творческом наследии Льва Николаевича нет другого произведения, над которым писатель работал бы так долго, почти 30 лет, и всё это ради двух страниц. Но каких? Лев Толстой ошибся, составляя своё завещание, и мы должны сразу это признать, в самом начале. В чём заключалась ошибка? Здесь были и субъективные причины, и объективные. Ну, из объективных, прежде всего, то, что история повернулась совершенно другой стороной. Лев Толстой и никто другой в мире не мог предсказать русской революции. И смены власти. А причины субъективные были очень глубокие. Прежде всего, Лев Николаевич Толстой, провидец человеческих душ, не понял, что по его завещанию могут поссориться два человека. Те, кого он наделил правами. Ведь он отдал право и своей дочери, Александре Львовне, и секретарю Владимиру Григорьевичу Черткову. И если бы всё было хорошо, тогда всё было бы хорошо. Но они поссорились через некоторое время после смерти писателя. И этого Лев Толстой, психолог, не предвидел. Ошибка. А почему не предвидел? Ой, вы знаете, эта история с завещаниями... Иван совершенно правильно сказал, что не над одним произведением он не работал больше 30 лет. Ну да, да, почти 30 лет. Это завещание вообще большая загадка. Большая загадка. Почему такое значение ему сам Львов Николаевич передавал? Ну, потому что оно действительно имело большое значение. Согласно этому завещанию, тот, кто получал права на... Толстой ведь не денежный вопрос интересовал. Вот, я хотела... Вот, тот, кто получал права на его сочинение, тот имел право ими распоряжаться и печатать так, как он их хотел. А Толстой хотел, чтобы его произведения принадлежали всем. Понимаете? А юридически они всем... В чем казус был? А юридически права не могут принадлежать всем. Если бы у Толстого была возможность написать вот такое завещание, владейте все, пусть кто хочет печатает, пусть кто хочет берет, но этого было делать нельзя, потому что это тоже юридическая собственность. Права на твою сочинение. Их нужно кому-то завещать. Или частному лицу, или учреждению. Ну, какому-то юридическому лицу. И Толстой, в конце концов, выбирает таким лицом свою младшую дочь, Сашу, потому что он наиболее разделял, ну, он просто абсолютно разделял идеи отца. А фактически, по записке, которая была написана сразу после завещания, распорядителем... То есть она становилась юридическим правообладателем, а фактическим становился Чертков, согласно этой записке. То есть ситуация еще более запуталась. Потому что без его одобрения не могло ничего свершиться. Толстой не понял вот какой вещь, что Саша просто в какой-то момент почувствовал, что ее используют. Ее действительно использовали в данном случае как подставное юридическое лицо. Потому что Чертков был разный человек, какой-то сложный был человек, но он был в этом плане, конечно, деспот. Он хотел, чтобы все было у него, потому что он наиболее предан Толстому, потому что он посвятил всю ему жизнь и так далее, и так далее. И младшую дочь это, естественно, не устроило. Ей стало обидно, и она с Чертковым страшно, так сказать, разругалась. А кроме того, были другие предходящие, очень важные обстоятельства. Ведь согласно этому завещанию он лишал всех прав Софью Андреевну, свою жену. И это, конечно, было очень жестоко в каком плане. Ну, хорошо, он имел право лишить ее прав на то, что он писал после своего духовного переворота все эти, так сказать, религиозные свои трактаты и так далее, и так далее. Потому что Софья Андреевна этого не принимала, да? Ну, имел право. Но он, согласно этому завещанию, он лишал ее права и на все предыдущие вещи, право, которое у нее было до его смерти. На войну и мир, на Анну Каренину, на казаки. То есть на то, что создавалась, уж точно война и мир, Анну Каренина создавалась при ее сотрудничестве, при ее помощи. Она это переписывала, она ему создавалась. То есть она устраивала ему быт там и так далее, и так далее. А почему же он так приблизил к себе Черткова? Вот в своем фильме вы говорите, вот посмотрите, показывая его портрет, какое красивое, но порочное лицо. Явно вы не симпатизируете этому персонажу. Нет, нет, я бы так не сказал, что я однозначно не симпатизирую. Чертков, я согласен, безумно сложный человек, но это человек, у которого был дар подхватывать то, что хотел услышать Лев Николаевич. Чертков действительно был человеком, который совершил, так сказать, духовное восхождение или духовное приближение к Льву Николаевичу. Мы с ним одноцентренно, говорил Лев Толстой. А это редчайшая вещь, когда ты находишь такого человека. И ты начинаешь прощать детали, прощать фистончики, когда основная ткань, основное полотно, общее. Ну, кто же без каких-то мелких пороков и так далее. Ну, не нравится Льву Толстому, что из уж очень дорогого бруса построен деревенский дом Черткова. Ну, хорошо, но не нравится. Ну, морщица Лев Николаевич, но главное, духовное же было. Были разговоры. Чертков становился и во многом соавтором, интеллектуальным и духовным соавтором Льва Толстого. Для него это было важно? Никакие материальные здесь выгоды Чертков не прислезли? Чертков был богатейший человек, он издавал Льва Толстого на свои деньги. Ну, говорят же, чем богаче, тем жаднее. А это совсем нет. Его жадность заключалась совершенно в другом. Он хотел володеть Львом Николаевичем, его духовным миром, его наследием, мыслями, всем, что Толстому дорого. И он видел, какая шантропа может прийти вместо него. И Лев Толстой понимал масштаб Чертковский. Масса было пороков у Владимира Григорьевича. Но простите, кто до своей смерти финансировал подготовку собрания сочинений Льва Толстого? Свою часть. Не ту, которую финансировала Александра Ольговна, а вот эту часть. Кто был абсолютно обезвожен и содержал людей, свет, бумагу, оплату труда, машинки и так далее, и так далее. Кто все это делал? Чертков. Кто просил, умолял правительство в соответствии с обещаниями правительства выделить какие-то деньги? Но это же чудовищная история, описанная замечательным исследователем Львом Астерманом о том, через что пришлось пройти Владимиру Григорьевичу, простите. Я считаю, что он искупил массу и массу своих грехов тем, как он вел себя после смерти Льва Николаевича. Это при том, что предъявить претензии к нему, какие предъявляла Александра Львовна, можно было обстоятельно. И то, что они начали через два года после смерти Льва Николаевича начали стенографировать свои беседы два друга, это, конечно, трагикомедия. И Александра Львовна в этом смысле тоже права. А вот, кстати, один параллельный сюжет. Как сложилась судьба Черткова после смерти Льва Николаевича, в том числе в связи с историей об издании и собрании сочинений? Ну, она очень непросто сложилась, потому что Чертков ведь здесь остался. Чертков не уехал, Чертков умер здесь в 1936 году. Чертков был создателем музея Толстого, который мы сейчас имеем. Это центр, по сути говоря, научный. Действительно, вот то, что мы называем юбилейным 90-томником, и ничего более полного и лучшего издания Толстого мы до сих пор не имеем. Сейчас только готовится 100-томник. Сколько он будет готовиться, это еще неизвестно. Это его детище, безусловно. Ну, по крайней мере, треть, так сказать, издания он довел, было доведено при его жизни. Больше того, если мы будем сравнивать вот эти тома 90-томника, которые выходили при жизни Черткова, с теми, которые выходили уже после войны, уже в 50-е годы начинали выходить, конечно, мы видим, что там и куда был более серьезный аппарат, и дневники Толстого печатались в дореволюционной орфографии, слово «Бог» было с большой буквы, что вообще немыслимо было, расстреливали за это, он это, так сказать, мог пробивать. Нет, конечно, конечно, он колоссальный в этом плане фигура. Но при этом он был, Чертков, он, да, он был трагически одинок, потому что от него именно в силу вот этого завещания, именно в силу этого скандала, который, так сказать, обнаружился, вот, что это было завещание подписано за спиной жены, за спиной детей, действительно написано в лесу, даже не просто написано, она под диктовку писала Столстой, не из головы писала, это ведь юридическая бумага, ему просто диктовали ее, он писал, вот, от Черткова очень многие отвернулись, и он в этом плане, он был в такой, конечно, душевной изоляции жил. Ну, есть свидетельства, что он плакал там незадолго перед смертью, что его видели, часто, так сказать, плачущим, вот. Это трагическая, безусловно, такая трагическая судьба первого ученика, это вот то, что называется первый ученик, который все отдает своему учителю, но, соответственно, и требует для себя, это естественно вполне, я тебе все отдал, ну, так сказать, ведь вы поймите, если бы Толстой не написал того завещания, которое написал для Черткова, это была бы смерть просто, просто смерть, потому что он был бы отставлен от того, на что он посвятил свою жизнь. Его можно понять, вот, как бы, вот внутри, внутри, как я этим всем занимался, не вы, не Деля, я этим всем занимался, и вы, так сказать, сейчас вот меня выкинете, и все. У нас есть, простите, звонок. Это очень, это такая, очень драматическая история. У нас есть звонок в телезрители, давайте послушаем, наверное, что-то хотят спросить по, как раз, этой теме. Доброе утро, мы вас слушаем, представьтесь только, пожалуйста. Доброе утро, меня зовут Елена, здравствуйте, спасибо вам за программу, я бы хотела уточнить, вы говорили о Софье, насколько я знаю, она, когда работала в Двойной Миро, в частности, она, возможно, прибавляла что-то от себя, написала, как она не просто была переписчиком, она была отчасти с автором, два Николаевича, возможно ли такое, или та очередная мистификация, и если да, то не может ли быть то, что ее лишили наследства, это некое местье за то, что она была каким-то таким творческим, союзникам за Толстого, возможность такое. Спасибо. Нет, я готов до ответа, нет, есть, конечно, такой миф немножко, что Софья Андреевна, что чуть ли не вдвоем они написали Войну и Миро, нет, она, конечно, понимала свое место при мужа, и вообще, когда я слышу, что она 13 раз переписала Войну и Мир, я всегда улыбаюсь, она все-таки переписывала частями, какие-то вещи не нужно было переписывать, Толстой писал их сразу, так сказать, отдавал там корректуру, какие-то действительно, она, как это, как шла работа, Толстой писал в первой половине дня, всегда, только в первой половине дня он работал, потому что он мог гулять, читать и так далее. Вот. Потом Софья Андреевна это переписывала, ночами переписывала, потому что днем у него было просто много семейных забот, были дети и так далее. Вот. А Олег Николаевич с утра начинал все это править. Причем почерк у него был ужасный, его не, почерк Толстого не мог разобрать иногда сам Толстой, вот он не мог прочитать то, что он написал. Вот такая веревочная такая вязь, знаете, вот такая. Вот. Это могла разобрать только она, а он потом снова начинал править. Это была такая работа. Что касается ее правку, она иногда, да, ей казалось, вот это выражение неудачно, она могла что-то там поправить, а Олег Николаевич мог потом не заметить. Но это мелочи все, конечно. Она консультировала его по части психологии женских героев. Безусловно, консультировала. Да больше того, он списывал эти героини и Стане Берс, которая потом станет Кузьминской, и Сонечке, и вообще семьи Берса, и семьи Славиных, и со многих семей, так сказать, которых окружали. Вот. Но говорить, что она прям так с автором его была, нет. И что он не заметил этого, так говорить не видел. И что это была месть, да нет. Ну, во-первых, Толстой не мстил, конечно же, не мстил. Он сам действительно очень сильно... Я не совсем понимаю, почему... Ведь до этого, вот до последнего варианта завещания, у него было несколько вариантов, где он оставлял за Софьей Андреевной права на то, что было написано до 1981 года, до его духовного периода. И из завещания в завещание он это повторял незыблемо. И это было справедливо. Это было абсолютно справедливо. Не говоря уже о том, что семья жила на эти деньги. Они не жили за счет Ясной Поляны. Это вот... То есть, для Софьи Андреевны это был вопрос... Он был богатый помещик. Это было убыточное имение, которое само нужно было содержать. И Софья Андреевна содержала его на те деньги, которые она получила, получала от продажи сочинений своего мужа. Вот. И он, в общем, держался в предыдущих вариантах. И вам не совсем понятно, почему вдруг в последний момент вот так вот произошло. Это было... Это было... Это, как вспоминала Саша, это происходило так. Он вызвал Сашу и сказал, я хочу быть более реалистом. Больше и Чертков не претендовал. И для Черткова это как будто бы было неожиданности. Хотя есть переписка Саши с Чертковым, где Саша пишет Черткову, что не поставит ли перед попа вопрос о том, чтобы он отдал нам все. Ну, вот так вот примерно. Хорошо. Ну, мне ясно из этого, что все-таки есть вещи, которые вам непонятны. Нет, нет. А есть ли вещи, Иван Никитич, ну, такого, скажем, больше биографического свойства? Ну, белые пятна биографии Толстого. И их уже совсем не осталось. Вопрос интерпретации он всегда, наверное, останется. А вот есть какие-то лакуны, вот чисто фактические? Да, наверное, есть. Я же никакой не специалист по жизни и творчеству Льва Николаевича. Меня как раз в моих толстовских интересах, меня привлекало совершенно другое. Знаете, как говорил Юрий Тынянов, там, где кончается документ, там я начинаю. Там, где заканчивают свою книгу, даже не биографически и не постранично, но по смыслу, там, где заканчивают Павел Валерьевич, там я начинаю. Причем я давно ее начал, когда никакой книги Павла Басинского еще не существовало. Для меня, во всяком случае, ее не было. И я страшно разволновался. Честно говоря, я заревновал, я забеспокоился. Знаете, как у Генри замечательная фраза, помню ее с детства. «И тут я засуетился так, как суетится однорукий в крапивной лихорадке, клеющей обои». Вот примерно такое со мной произошло. И я помчался в магазин, схватил эту книжку. По счастью, я был как раз в этот момент в Москве. И с облегчением вздохнул. Думаю, какая замечательная книга. И там нет ничего о том, что я нашел в архивах. Мой-то интерес был архивный. Я сделал находку. И это просто счастье. Это не мой пылкий гений найти. Мне повезло. Ну, об этом мы узнаем, когда, наконец, прочтем вашу книгу. К сожалению, время наше истекло. Напомню, что сегодня мы пытались разобраться в том, как совершается открытие в истории литературы. Сколько бы ученые, литературоведы и критики не изучали писателей прошлого, их творчества, все равно загадки остаются. И это как раз интересно. В гостях программы «Наблюдатель» сегодня были журналисты, обозреватели, создатели цикла «Исторические путешествия Ивана Толстого». Иван Толстой, спасибо, Иван Никитич. А также писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Павел Ларьевич, вам тоже большое спасибо. Спасибо еще раз за интересную беседу всем. Вы смотрели программу «Наблюдатели». Меня зовут Лада Аристархова. Я желаю вам всего самого лучшего. Редактор субтитров А.Семкин